Ну а пока торговая блокада расширяет горизонт, и теперь к железнодорожной добавилась автомобильная. Олег Вишетняк знает об этом больше, он с нами на прямой связи и работает там на месте. Олег, здравствуй, расскажи, что произошло сегодня? Добрый вечер, Наталья. Блокада продолжается, но сегодня на редутах было спокойно, новых столкновений не произошло. Правда, сами блокадники говорят, дескать, ходят слухи о возможном разгоне, а те события, которые были позавчера, они связывают лишь с правоохранителями. Переодетые представители полиции были непосредственно в боевых порядках тетушни, то, что называется. Так что то, что их отпустили, я абсолютно не удивлён. Слухи ходят каждый день, да, то есть каждый день мне кто-то отзванивается, говорит, вот передвижение на Звардии в ту сторону, в ту сторону. А сегодня в эфире громадского радио начальник штаба блокады Ордло Сергей Акимович заявил, теперь радикалы переходят ко второму этапу и разворачивают свои редуты уже на автодорогах. На данный момент, по словам блокадников, развернуты уже четыре блокпоста. Один на Мариупольском направлении, другой в районе Золотого, на Луганском. Расположение двух остальных даже сами блокадники не называют, но при этом обещают и дальше расширять географию своей деятельности. Группа СКМ сегодня опубликовала официальное заявление. В нем говорится, что финансово-промышленная группа продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства и предприятия на оккупированных территориях. Не исключение, цитирую, группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет. Никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. В то же время один из вдохновителей и организаторов блокады Нардеп от самопомощи Семен Семенченко заявил, что если уголь из Донбасса начнут поставлять в Украину, через Россию, то блокадники перекроют 8 главных железнодорожных веток на границе с РФ. Наташа, в принципе, это все новости за сегодня студия. Спасибо, Олег. С нами на связи был Олег Решетяк. Продолжение следует...